Важное решение для страны никто не должен оставаться в стороне. На протяжении двух недель волонтеры рассказывали гражданам о необходимости высказать свое слово, знакомили со внесенными в документ изменениями. В преддверии голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории округа с химчанами работали более 30 волонтеров. Соглашались, конечно, не все, но те, кто согласились, им большое спасибо, хочется сказать. Это было приятно, с ними работа была приятна. Негатива было не очень много, но они с достойным лицом вышли, когда негативные ситуации случались. Ну и в целом у нас приятные, симпатичные ребята и девушки работали, поэтому все прошло удачно. Работали на нескольких точках. Аэропорт, торговые центры. Волонтерами Конституции, как теперь их называют, стали химкинские активисты и педагоги школы номер 31. Большинство из них, говорят, дело не бросят. Продолжат волонтерскую деятельность. 25 июня, то есть 25 июня по 1 июля мы находились на точках. Люди подходили, интересовались, спрашивали, как, когда. Многие не знали, как проголосовать. Мы доводили до свидания, что есть дистанционное голосование через госуслуги. Можно приходить и непосредственно по месту. Молодое поколение подходило, достаточно ребят и девушки от 20 лет. На торжественной встрече волонтеров, принимавших участие в информационной кампании по внесению поправок в Конституцию, благодарственными письмами и памятными подарками наградил заместитель главы администрации городского округа химки Сергей Малиновский. По словам самих активистов, такая обратная связь приятная каждому из них. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.